МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лейтенанты, капитаны, майоры, подполковники, полковники и просто рядовые сотрудники силовых служб, которые много лет проработали в органах, находятся сегодня на заслуженном отдыхе. Но о годах свои службы не забывают. Сегодня я вам расскажу о ветеране советской милиции Арсенале Муртазалиеве. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В любом месте, в любое время готов защищать свою республику, свою семью, свою родину. Ровно 30 лет своей жизни Арсенале Муртазалиев посвятил работе в органах внутренних дел. За это время он успел побывать на разных должностях, прошел практически все ступени служебной лестницы, от лейтенанта до подполковника милиции. По направлению райкома партии Пеницкого был направлен в органы внутренних дел и начал службу с 83-го года в должности преподавателя учебного центра отдела пожарной охраны. Там я проработал года два, потом перешел в министерство, в штаб, штаб МВД. Там работал, курировал, там у нас три человека было, мы курировали систему УИТУ. УИТУ раньше называлось, УИНЧИС. Потом перешел в кадровую службу. И там я большую часть проработал кадровиком в министерстве. И дальше думал, ну что я сижу, мужчина же все-таки, надо как-то более живую работу. И перешел на оперативную работу. Я там пять лет проработал на оперативной работе в системе уголовного розыска, в системе БЭП. И потом работал в одном из подразделений, спецподразделений здесь, в МВД. Тоже там проработал. Все это мне нравилось, между прочим, хорошо. Но все-таки я в оконцовке перешел сюда. Это в 2001 году в отдел неведостной охраны. Служить правде, бороться за справедливость, отстаивать главенство закона Арскан Алиакимович мечтал еще с детства. У меня была цель бороться с преступностью, с расхитителем социалистической собственности. И вот это мне, как говорится, дал заряд вот этого всего. Шанс осуществить детскую мечту герою нашей программы представился не сразу. После службы в армии Арсенал Алиакимович некоторое время проработал на гражданке. Работал инженером на заводе Дага-Электромаш, потом в Министерстве торговли и ремонтно-строительного управления. Там инженером. А последняя гражданская моя должность была в президиуме филиала Академии наук. Старшим инженером, работал на правах начальника отдела капитального строительства. Но все равно мне хотелось одеть форму. Хотелось быть военным. Желание служить верой и правдой своей родине появилось не случайно. Это, скорее всего, что-то на генетическом уровне. Дело в том, что отец Арскан Алиаким Муртазалиев, ветеран Великой Отечественной войны, был призван на войну с первых ее дней. Он добровольно написал, пошел в военкоманду, добровольно написал заявление, прошу принять меня в ряды Красной Армии. Его взяли, и он с 3 февраля 1940 года, он служил уже в войсках. И в действующую армию он вступил уже в действующую армию в июне 1941 года. Когда началась Великая Отечественная война, он как раз в это время на двухгодичных курсах был по военно-политическому училищу, была в городе Куйбышеве тогда. Окончил ускоренность за 6 месяцев. И далее он служил в действующей армии на фронтах. В Донском фронте, в Первом Белорусском, в Прибалтийском фронте. Служба до последних, как говорится, лет, до победы. С большой гордости Арсен Алиакимович вспоминает о годах службы в Советской Армии, о том, как был принят член Коммунистической партии Советского Союза. Когда меня принимали в ряды Компартии, приехала Греческая киностудия. Они все это, ну, снимали, оказывается, да. Снимали. Там, я помню, была актриса Вия Артмани, Оэн Бруя был. Остальных я не помню, там человек 6-7, целая бригада была, приезжали. И вот, когда я в парткоме, меня опрашивают, там, уставо, все, я там говорю, сказываю, ну, после этого я вместе со своими солдатами был на тактических занятиях, потом на огневой подготовке, все это, все это дело снимали. А потом режиссер, это, режиссер киностудия, говорит, мы, говорит, вас сняли, вас в солдатской хронике. И вас пригласим, когда, сейчас сюжет будет готовый. Ну, где-то через недельки-две приглашают командование части, войсковой части, меня, там, секретаря парткома, ну, и других там командиров, человек, наверное, 6-7, кинотеатр Рига, в городе, в Риге. Кинотеатр Рига. И, ну, обычно, когда, перед художественными фильмами, бывало, раньше, кто помнит, «Сельская жизнь» показывали, киножурналы, «Фитиль» и «Солдатская хроника». И в «Солдатской хронике» показывают меня. Просто интересный был сюжет, там, все. От начала, как меня принимали в партию, там, дальше я проводил занятия, все, все, все вот это. Вот это мне сильно очень запомнилось. В каком бы подразделении не трудился Арсенали Муртазалиев, все свои силы, знания и опыт направлял на лучшие недеятельности службы. Вы знаете, это, видимо, наследственный фактор от отца. Он тоже был таким простецким, работоспособным. И, видимо, это тоже во мне заложилось. И какие бы ситуации не были, какие бы перемены не были в обществе, всегда оставался верен своей работе, своим друзьям, товарищам. Секрет настоящего хорошего сотрудника таится не только в правильной организации работы. Огромную роль тут играют и человеческие качества. Воспитание, конечно, перешло от отца, отец его фронтовик. После войны работал в правительстве, там, в отделе кадра правительства он работал. Все, видимо, и от отца перешло все, передаю своему сыну. Он также достойно проводит воспитание и занимается воспитанием подрастающего поколения. Вот такой человек, который может всегда поправить человека, поставить правильный путь. Это у нас у всех ветеранов заложено советское воспитание. Это патриотическое воспитание, основное, в первую очередь. То, что мы сейчас, как раз, на каждом шагу стараемся привить молодым. Вот это воспитание советское, да, это есть. У ветерана милиции множество наград, почетных грамот и благодарственных писем. Он награжден ведомственными медалями за безупречную службу трех степеней, медалью за заслуги, имеется нагрудной знак активисту ветеранской работы, а также юбилейные медали. Но самая главная награда для него – это призвание и уважение коллег по работе, родных и друзей. Ну, самая награда – это любовь, как говорится, и признание коллег, товарищей, руководителей. И после ухода на пенсию Арсенал Акимович дома не сидит без дела. Он продолжает трудиться в родном коллективе в управлении вне ведомственной охраны войск Национальной гвардии России по республике Дагестан в должности специалиста по кадрам. Арсенал Акимовича, я знаю, с 2001 года, он тогда принял управление вне снахраны из МВД, и вместе мы работали с ним старшими специалистами отдела кадров. В последующем он был начальником отдела кадров, потом я заместителем, мы вместе в одном комбинете с ним проработали 10 лет. Он ушел на пенсию в 2013 году, также отделе кадров остался уже военно-наемным, гражданским, и был специалистом по кадрам, тоже так же продолжает работать, до сих пор он так же на этой должности и работает. Кроме того, Арсеналим Муртазалиев сегодня возглавляет Совет ветеранов управления вне ведомственной охраны войск Национальной гвардии России по республике Дагестан. Ветераны здесь разных годов, прослужившие в органах внутренних дел 30 и более лет. И вот работники гражданского персонала, проработавшие в службе неведостной охраны 30 и более лет. Многие из них продолжают до сих пор работать. Далее переходим к стенду «Честь, достоинство и отвага. Ветераны Великой Отечественной войны и Трудового фронта». Здесь наш первый начальник неведостной охраны, первый начальник, герой Советского Союза Сильванти. И так далее, и так далее. Вот эти стенды мы приготовили для наглядности, для молодого поколения, для будущего поколения, чтобы они видели, помнили и учились на этих наших традициях, как надо работать, как надо относиться к труду, к обязанностям. И как нужно защищать Родину. У ветеранской организации управления вневедомственной охраны есть все необходимое для успешного и результативного решения уставных задач. Четкая структура снизу доверху, высокий потенциал и огромное количество единомышленников, поддержка руководства ведомства, постоянное и активное взаимодействие с Советом ветеранов Росгвардии по Республике Дагестан. Ну, общественная организация ветеранов управления НЕСАХАН и войск национальной гвардии по Республике Дагестан является одним из крупных общественных организаций в составе регионального отделения. Возглавляет общественный ветеран управления НЕСАХАН Мурцузалим Арсений Акимович. Он посвятил органам внутренних дел более 30 лет. Его можно характеризовать как самого активного председателя нашей ветеранской организации. Служитель правопорядка – это навсегда, а богатый опыт работы – это то, что нужно новой смене, так же, как и все теоретические знания. Арсений Акимович с удовольствием ими делится со всеми. Сейчас, работая на должности представителя Совета ветеранов, больше внимания уделяю молодежи, которые работают у нас, обучению, патриотическому воспитанию. И вот это стараюсь, как говорится, больше привить любовь к труду. Ветеранская организация, которую возглавляет Арсений Акимович, вносит неоценимый вклад в дело в воспитание молодых сотрудников, помогает адаптироваться в новом коллективе, делится огромным опытом работы, которые у него есть. Такие люди, как Арсений Акимович, нужны в наших коллективах. Ему есть чем поделиться. У него огромный багаж знаний. Вот мы гордимся такими людьми, как наши ветераны, и будем достойны им. Арсений Акимович – хороший работник, мудрый наставник, лучший друг. Наша служба и опасная, и трудная, и на первый взгляд, как будто не видна. Эти слова очень точно, четко выражали суть профессии милиционера, теперь уже полицейского. Какое бы ни было название, сотрудники правоохранительных органов всегда на посту. На страже – порядка и спокойствие граждан, а ветераны – пример для подражания. Уважаемые телезрители, это все, о чем я вам хотела сегодня рассказать. Мне остается напомнить, что с вами была программа «Служа о родине», и я ее автор, ведущая, Сагибат Яхьяева. Благодарю всех вас за внимание. До новых встреч в эфире. Берегите себя и все, кто вам дорог. Редактор субтитров А.Семкин